Очередная рабочая неделя у руководителей отделов администрации Кашхабского района, глав сельских поселений, началась с сеженедельной планерки, которую провел глава администрации Заур Хамирзов. Повестка дня совещания – текущие вопросы деятельности всех служб, подразделений и организаций в обеспечении жизнедеятельности района. Первым вопросом расширенной планерки стала санитарно-эпидемиологическая обстановка в Кашхабском районе по состоянию на 26 апреля текущего года. На сегодняшнее утро на лечении в районе находится 8 человек. Из них 7 человек на стационарном лечении, 1 человек на амбулаторном лечении. На прошлый понедельник, на 19 апреля, в районе было 11 человек, которые находились на лечении. Особое внимание было уделено второму вопросу – ходу прививочной кампании на территории района. На сегодня 976 человек нашли вакцинацию. Вторую дозу вакцинации у нас получили 761 человек. И заклонено 12 тысяч человек по району. За прошлую неделю у нас 68 человек получили первую дозу вакцины. Глава района еще раз подчеркнул, что работа важная и призвал всех ответственных лиц усилить ее в обозначенном направлении. В своем выступлении главный врач Центральной районной больницы Заур Хашев отметил, что в целях достижения плановых показателей по вакцинации в ближайшее время планируется открыть еще два прививочных пункта. Нам необходимо изменить подход. Для того, чтобы произвести этот рывок в оставшиеся недели, я предлагаю сейчас дополнительно открыть два пункта вакцинации. Все-таки предложение это означало и раньше, но сейчас оно, как необходимый шаг уже выглядит. По контингенту, по пациентам я считаю, что сейчас мы это используем подворовые обходы и будем усиленно работать с лицами 65+, и нашими хроническими больными. Также в центре внимания оказались вопросы о ходе призывной кампании в районе, контроле за реализацией нацпроектов и госпрограмм, о проводимой работе по достижению показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления и проведении мероприятий, приуроченной к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.